у нас сейчас время молитвы драгоценны мы соединяемся с вами я могу молить сразу же молиться да да и мы поддерживаем потом илья передавать да хорошо мы молимся тогда сейчас во имя иисуса за семью светланы шульган во имя иисуса спасения сыновей мужей и ее папы свекрови за обновление дочерей мамы и самой светланы во имя иисуса мы провозглашаем муж светланы будь свободен от к вида во имя иисуса мы высвобождаем здоровье исцеление молимся также за елену бориса романа за исцеление освобождение от пагубных привычек во имя иисуса мы провозглашаем свободу защиту я также молюсь за всех людей которые беспокоятся о том что они могут заболеть к видом во имя иисуса я провозглашаю мы высвобождаем ваш дух сверхъестественную веру чтобы видеть себя под защитой сверхъестественность защиты куполом защиты во имя иисуса и никакая зараза к вам не приблизится во имя иисуса мы провозглашаем эту сверхъестественную уверенность в ваш дух пусть она будет рождена там во имя иисуса и мы молимся благословляем галину молимся за семью дочери лены за и безопасность избавления от зла во имя иисуса мы высвобождаем безопасность во имя иисуса мы провозглашаем мы молимся за восстановление функций мозга после операции данила за зрение слух координацию во имя иисуса мы из небесной реальности царства высвобождаем в твою жизнь данил в твое тело чудеса во имя иисуса мы берем новый мозг мы берем новые обновленные функции во имя иисуса будь исцелен спасибо дух святой мы молимся во имя иисуса за видение от господа за укрепление в боге надежды из молдового имя иисуса мы благословляем семью светланы спасение провозглашаем спасение ее сыновей и мужа во имя иисуса мы молимся за освобождение марии от духа оккультизма и покаяния мы провозглашаем во имя иисуса чтобы мария встретилась с иисусом с его личностью с его присутствием свободой во имя иисуса и была свободна от оккультизма во имя иисуса мы благословляем всех мы провозглашаем спасение исцеление свободу мы мы высвобождаем чудеса приобретения жилья во имя иисуса строительство домов приобретение квартир во имя иисуса мы провозглашаем сверхъестественную веру и уверенность которая рождена вашем духе во имя иисуса чтобы увидеть себя в своем доме в своем жилье в своей квартире во имя иисуса господь благодарю тебя за чудеса то что ты обеспечитель а мы твои дети во имя иисуса провозглашаем исцеление для и суповой альмиры дианы задорного вики вики ларисы татьяны во имя иисуса благодарим тебя дух святой за твои чудеса благодарим тебя иисус аллилуйя господь я сейчас хочу особенно помолиться за тех людей которые которые слышали о боге которые знают о нем которым было благовествовано но они не не вошли в эти глубокие личные взаимоотношения и это потрясающе что бог создал нас для себя в нас есть начаток духа который мы взываемого очи и когда мы зовем его господь мы хотим быть твоими сынами мы хотим быть твоими дочерьми мы хотим чтобы дух святой вошел в наше сердце тогда в нас рождается эта связь это единство это единение с богом и свершаются вот эти слова которые ангел сказал марии она размышляла о том что это было за приветствие и ангел сказал ей ты обрела благодать у бога и вот зачнешь в очреве и родишь сына и назовешь ему имя иисус он будет велик и наречется сыном всевышнего друзья то что мария пережила как зачатие ребенка мы как верующие принимаем но рождение нового человека в нас нового человека который великий который сотворен по образу божьему который наполняет нас силой который всегда в единстве с отцом в единстве с духом святым и нам нужно входить вот в эту глубину для того чтобы наша жизнь преображалась и драгоценное я побуждаю вас пригласить свою жизнь христа отдать свое сердце отдать свои немощи отдать свои радости отдать свои планы ему чтобы в его свете эти планы состоялись или преобразовались в тот план который у него есть это лучший план это хороший план и если вы приглашали свою жизнь христа но вы никогда не шли дальше вы никогда не шли глубже это время войти в глубину это время призвать его это время познать его потому что знаменитая 53 глава пророка исаи о мессии который совершает этот труд искупления который пришел как росток который никто не мог почтить и разглядеть в нем царя царей сказано совершив свой труд он будет с довольством смотреть на потомство свое долговечное и через познание его не просто через слова и не просто через слух о нем и не просто через какие-то сведения о нем через познание как адам познал свою жену его как мы познаны но мы познаем его соединяясь с ним через его слова через его дух он влечет нас в эту глубину через познание его говорит господь он праведник раб мой понесет грехи многих и мы получим исцеление мы становимся потомством его долговечным драгоценное это удивительная сила это удивительная жизнь сейчас пастор илья евангелист илья он делился тем как его жизни 15 месяцев посвященной молитвы исследование сердца поиска бога поклонения богу обратились невероятной встречи невероятной глубиной которая привела к исцелению тысяч десятков людей от сложнейших заболеваний то чем медицина не в силах справиться не в состоянии это может стоить подобие операции не не настоящее восстановление а просто подобие операции мне написалось и женщины у нее исчезли кости в слуховом аппарате и ей нужно 200 тысяч рублей чтобы поставить замену титановые пластины какие-то аппараты там это то что люди будут разрезать голову раздвигать ткани бог это делает сверхъестественным образом это сила доступна вам илья передаю тебе слово молитвы и ходатайства за людей которые обращаются на телеканал которые взывают сейчас о детях раковых больных да мы сейчас помолимся и верю божья сила коснется вас и вы получите исцеление поделитесь пожалуйста эфиром делитесь друзьями потому что важно не упустить те кто нуждаются в исцелении прямо сейчас поделитесь я верю прямо сейчас божья сила она уже касается и уже кто-то получает исцеление также я хочу сказать очень важно засвидетельствовать то что вы то что вы будете переживать исцеление освобождение от демонов мы просто также сейчас помолимся и многие получат освобождение от бесов и вы напишите что вы пережили что вообще происходит то есть вот если вам стало легче или полное исцеление пишите это очень важно для вас важно для вас потому что свидетельством писания мы ну мы скажем так побеждаем до конца и также мы утверждаем исцеление в жизни своей поэтому ни в коем случае не постесняйтесь напишите и вот я вот сейчас мысль минута я хочу сказать вот знаете по поводу рождества иисус христос родился писание говорит ну что значит рождество иммануил что значит с нами бог вы знаете благодаря иисусу христу с нами бог до иисуса христа бог не мог бы не мог быть со всеми чтобы богу быть с людьми человеку нужно было стать святым ему нужно было очиститься как минимум исполнить все 613 заповедей и это это касалось только евреев но не все но не но не народы и не всех остальных людей поэтому люди пытались исполнить закон но у них этого это не получилось и поэтому пришел иисус он сделал то что мы сделать не могли ни один человек не может оправдаться законом ни один человек не может сам стать святым ты не можешь себя сделать святым ты не можешь сам себя очистить как бы ты этого не хотел писание говорит весь мир лежит в грехе во зле весь мир все согрешили лишены славы божией но по вере в их иисуса христа иммануил что значит с нами бог друзья бог с нами всегда он никогда от нас не уходит никогда нас не покидает вы должны это просто понять это самая главная мысль в рождестве что с нами бог ты должен знать куда бы ты не пошел бог с тобой что бы ты сейчас не проходил какие бы трудности ни были бог с тобой бог с тобой всегда он никогда тебя не оставит это все по вере в иисуса христа если ты принял иисуса христа вот только что была молитва покаяния ты принял иисуса христа ты верующий человек все ты должен знать бог с тобой всегда но если бог с тобой ты должен знать что нет никаких проблем все это любая проблема это не проблема потому что бог с тобой писание говорит иосиф все все, что он не делал, он имел успех, потому что Бог был с ним. Вот Бог с тобой. Ты, послушайте, это все происходит по вере. Это не происходит через какие-то методы, через какие-то там, я не знаю, и даже не через исполнение заповедей. Это не произойдет, если ты будешь даже заповеди исполнять. Это происходит только лишь по вере. Но, если ты веришь в Бога, поверь, твоя вся жизнь, она изменится. Твои поступки изменятся. Все будет по-другому, все будет преображено. Поэтому, прямо сейчас прими, что Бог с тобой. И тем более, если Бог с тобой ничего не мешает тебе прямо сейчас принять исцеление, освобождение, благословение и прорыв. Финансовый успех. Мы должны это знать. Я завтра еще поделюсь по поводу финансового преуспевания. Это очень важно, друзья. Бог хочет, чтобы ты преуспевал финансово. И это не трудно. Это легко для Бога. Поэтому важно знать, Бог с тобой. Ты завтра проснешься с первыми мыслями, ты должен знать, Бог со мной. И все у тебя будет хорошо. Идешь на работу, Бог с тобой. Молишься, Бог с тобой. С работы идешь, Бог с тобой. То есть, что бы ты ни делал, знай, вот осознавай. Вот эта мысль, она притягивает Божие помазание и Божие присутствие. И ты из-за этого будешь иметь успех во всем, в работе, в делах, в семье, в молитве. Твоя молитва изменится, если ты будешь знать, осознавать, что Бог сейчас со мной. Иммануил. Что значит с тобой Бог. Аминь. И мы давайте сейчас помолимся. Я вам хочу сказать, я сначала помолюсь за освобождение. У нас немного времени, но этого достаточно, чтобы бесы вышли и болезни ушли прямо сейчас. Поэтому вот что касается молитвы освобождения, есть бесы, которые стоят за многими болезнями. Есть бесы, которые стоят за проклятиями, за часто повторяющимися неудачами, проблемами, хроническими какими-то болезнями, нищетой. То есть, постоянно, вот знаете, даже за неправильным мышлением, за рабским мышлением демоны стоят. И поэтому мы их должны изгонять. И прямо сейчас вместе со мной повторите эти слова. Скажите вслух, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, я прямо сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всякого греха. Я отрекаюсь от всякого зла. Я отрекаюсь от неверия. Я отрекаюсь от всякой лжи дьявола. Я отрекаюсь от всякого проклятия. Я отрекаюсь от всякого демонического давления и от всякой лжи в жизни моей. И также, если то, что что-то вас мучает еще, вы можете от этого отречься. Если какие-то грехи, блуд, можете говорить, я отрекаюсь от блуда, я отрекаюсь от страха. Если есть у многих депрессия, уныние, просто от этого отрекайся, говори, я отрекаюсь от депрессии, от уныния, также от какой-то болезни. Можете отречься, вот у кого-то может быть артрит, за этим часто духи стоят. Говорите, я отрекаюсь от артрита, от артроза, от рака, от смерти, от суицида, от этих мыслей. Я отрекаюсь во имя Иисуса. Я отрекаюсь от поражения. Я отрекаюсь от проклятия во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я высвобождаю его силу, его славу. И прямо сейчас слушайте меня, вот просто не молитесь сейчас. Сейчас буду молиться я. Ваша задача, просто вот примите сейчас, сейчас дух святой здесь. Его помазание сейчас здесь. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божию силу. Я высвобождаю огонь Духа Святого. Я повелеваю всем демонам и бесам. Убирайтесь прочь во имя Иисуса. Дух обиды, непрощения, блуда, проклятия. Вон именем Иисуса. Дух нищеты. Вы знаете, бесы за нищетой стоят. Нищета это проклятие. Божие благословение. Это процветание, это избыток. Поэтому ненавидьте болезни, возненавидьте грехи, но и также возненавидьте нищету. Это не от Бога. Бог не дает нищету. Он благословляет. Поэтому прямо сейчас я изгоняю. Дух нищеты, убирайся прочь. Дух проклятия, убирайся прочь. Дух немощей болезни, прочь. Дух оккультизма, неверия. Вон именем Иисуса. Дух депрессии. Вон именем Иисуса. Уныние. Прямо сейчас. Прочь убирайся. Все демоны и бесы. Выйдите прямо сейчас через кашель, через дыхание и всеми любыми способами. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Выдыхайте из себя. Выкашливайте. Бесы это духи. Они выходят через дыхание, кашель и через просто воздух. Ваша задача выдохнуть это все. Пусть это прямо сейчас уходит во имя Иисуса. И всякий дух, который стоит за болезнями. Вон именем Иисуса. Дух артрита, артроза, псориаза. Вон прямо сейчас. Дух рака. Выйди прямо сейчас. Именем Иисуса. Дух ковид-19. Вон прямо сейчас. Дух пневмонии. Выйди именем Иисуса. Это дух, который стоит за всяким мучением вашей жизни. Вашем теле. Вон прямо сейчас. Я изгоняю тебя именем Иисуса. Дух бессонницы. Вон именем Иисуса Христа. Дух страха. Выйди именем Иисуса. Будьте исцелены. Прямо сейчас. Артрит ушел. Кто-то прямо сейчас получил исцеление от артрита. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Головная боль ушла. У кого-то прямо сейчас исцелилось колено. Правое колено. Вы исцелены. Начинайте проверять. Двигать. Прямо сейчас. Именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Шпора в пятки ушла. Она рассосалась. И исчезла. Во имя Иисуса. Также проверяйте сейчас. Можете прям ногой ударить. Проверяйте. Во имя Иисуса Христа. Также прямо сейчас. Таз. У кого-то таз искривлен. Из-за этого ноги разной длины. Прямо сейчас. Ноги становятся на место. Таз становится на место. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Все кости. Станьте на место. Двигайтесь. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Камни в почках уходят. Именем Иисуса Христа. Будьте исцелены. Боль уходит прямо сейчас. Гепатит С. Вон именем Иисуса. Прямо сейчас. У кого-то открытая язва. Прямо сейчас. Бог вас исцелил. Получите полное исцеление. Полное восстановление. Также гастрит ушел прямо сейчас. Тяжесть в области желудка ушла. Во имя Иисуса. Также кто-то получил исцеление. Сердце, сердечная мышца исцелена. Вы исцелены. Ранами Иисуса. Частые мигрени ушли прямо сейчас. Ваши сосуды очистились. Во имя Иисуса. Копчик. Кто-то сейчас получил исцеление. Копчик исцелен. Во имя Иисуса. Седалищные нервы также исцелены. Боль ушла. Во имя Иисуса. Начинайте проверять. Прямо сейчас проверяйте. Исцеление поджелудочное сейчас. Во имя Иисуса. Также камни есть в мочеточники. Прямо сейчас они рассосались. Они ушли. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слепота. Вон именем Иисуса. Глухота. Немота. Вон именем Иисуса. У кого проблемы со слухом. Положите пальцы в уши. Прямо сейчас. Высвобождая от чудотворения. Божию силу. У кого-то. Вот мы читали. Внутреннее ухо сгнило или что-то получилось. Да. Исчезла кость. Прямо сейчас. Появись. От чудотворения. От чудотворения. Внутреннее ухо. Появись. Слух. Появись. Будь исцелен. Будь исцелена. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Глухота. Вон пошла. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Полное исцеление. Прямо сейчас. Дух глухой и немой. Вон пошел. Прямо сейчас. Проверяйте слух. Прямо сейчас кто-то получил исцеление. Последствия от Тито ушло прямо сейчас. У кого-то болезнь была. Вот вы простыли из-за этого, сука, проблемы. Оглохло. И звон в ушах. Прямо сейчас это ушло. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Прямо сейчас. Я вас уваждаю. Божью благодать на вас. Божию силу. И Божие помазание. Примите прямо сейчас. Огонь. Его присутствие на вас. Во имя Иисуса. Я верю. Завтра будет еще больше чудес. Все свидетельств. Пишите, друзья. Подключайтесь к нам. Слава Богу. И я, друзья, видела очень много обращений о зачатии детей, о восстановлении втородных органов. И я еще раз тоже благословляю вас. Дух Святой найдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое Святое назовется Детем Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную. И она зачала Сына в старости своей. Ибо у Бога не останется бессильным никакое Слово. Слово Бога сильно. Вы приняли Его. Оно совершает в вас работу. Мы благословляем вас в это время чудес. Время Рождества. Аллилуйя! Наш Бог сверхъестественный. Вы сейчас услышите песнь Победы. Пребывайте в этом молитвенном состоянии. Состояние принятия. Состояние, когда вы запретили болезням. Состояние, когда ваш дух ликует перед Богом. Пусть Слово Господне утверждается и приносит плод в вашей жизни, в вашем теле, в вашем сердце. Аллилуйя! Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok